Равенство работ при использовании простых механизмов. Золотое правило механики. Рассмотренные нами простые механизмы применяют при совершении работы в тех случаях, когда надо действием одной силы уравновесить другую силу. Естественно, возникает вопрос, позволяя получить выигрыш в силе или в пути, нельзя ли с помощью простых механизмов получить выигрыш и в работе? Для ответа на поставленный вопрос проделаем опыт. Уравновесив на рычаге две какие-нибудь разные по модулю силы F1 и F2, рисунок 182, приводят рычаг в движение. При этом оказывается, что одно и то же время точка приложения меньше силы F2 проходит больше путь S2, а точка приложения больше силы F1 меньше путь S1. Измерив эти пути, модули сил находят, что пути, пройденные точками приложения сил на рычаге, обратно пропорциональны силам S1 к S2, F2 к F1. Таким образом, действуя на длинное плечо рычагами, мы выигрываем в силе, но при этом во столько же раз проигрываем в пути. В произведении силы F на путь S есть работа. Наши опыты показывают, что работы, совершаемые силами, приложенными к рычагу, равны друг другу. F1, S1 равно F2, S2, то есть А1 равна А2. Итак, при использовании рычага выигрыша в работе не получают. Пользуясь рычагом, мы можем выиграть или в силе, или в расстоянии. Если мы силу приложим к длинному плечу, то выиграем в силе, но во столько же раз проиграем в расстоянии. Действуя же силой на короткое плечо рычага, мы выиграем в расстоянии, но во столько же раз проиграем в силе. Существует легенда, что Архимед, восхищенный открытием правила рычага, воскликнул «Дайте мне точку опоры, и я подниму землю». Конечно, Архимед не мог бы справиться с такой задачей, если бы даже ему и дали точку опоры, которая должна была бы находиться вне земли, и рычаг нужной длины. Для подъема земли всего на 1 см длинное плечо рычага должно было бы описать дугу огромной длины. Для перемещения длинного конца рычага по этому пути, например, со скоростью 1 м в секунду, потребовались бы миллионы лет. Не дает выигрыша в работе и неподвижный блок, в чем легко убедиться на опыте. Рисунок 178. Пути, проходимые точками приложения сил F1 и F2, одинаковы, одинаковы и силы, а значит, одинаковы и работы. Можно измерить и сравнить между собой работы, совершаемые с помощью подвижного блока, чтобы при помощи подвижного блока поднять груз на высоту H, необходимый конец веревки, к которому прикреплен динамометр, как показывает опыт рисунок 183, переместить на высоту 2H. Таким образом, получая выигрыш в силе в два раза, проиграют два раза в пути. Следовательно, и подвижный блок не дает выигрыша в работе. Многовековая практика показала, что ни один из механизмов не дает выигрыша в работе. Применяют же различные механизмы для того, чтобы в зависимости от условий работы выиграть в силе или в пути. Еще древним ученым было известно правило, применяемое ко всем механизмам. Во сколько раз выигрываем в силе, во столько раз проигрываем в расстоянии. Это правило назвали золотым правилом механики. Продолжение следует...